Всем привет! Дим, скажи, всем привет! Мы тут собираемся, скажите, я скажу, в поликлинику на прививку, да, сынок? В поликлинику на прививку. Да. Так, смотрите, я от Диминого зимнего комбинезона отстегнула мех, и он у нас, вуаля, превратился в весенний комбинезон без меха, вообще нормально. Так что, Дима у нас этот сезон доходит, ну, а на следующий сезон уже будем ему покупать новый, новый зимний комбинезон, да, да, вот такой вот. Вот такой вот Дима громкий, вот такой вот Дима громкий. Так, одеваю, сейчас его свожу на прививку, и потом думаю с ним погулять пару кружочков. Саша у нас в городе, он поехал в город по своим там делам, ну, документы делает, ему надо в МФЦ и так далее, вот. А нам надо, а нам надо на прививку. И нам сказали, что вот сейчас сделают прививку, и как бы нам остается еще одна годик, и все. То есть в 9 месяцев нам ничего не будут делать. Так что, считай, прям предконтрольная прививка, заключительная, да, и будем отдыхать в какой-то период от прививок, сынок. Вот такой ты громкий мальчик, вот такой ты громкий мальчик, вот такой ты громкий мальчик у меня. Да, 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 подожди, подожди, я еще тебя тут не застегнула. Подожди, подожди. Да, 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 да. Сейчас на улицу выйдем, и будет хорошо тебе. Сейчас, подожди, застегну горлышко. Все, все, ты готов, ты готов, мой сладкий. Мы готовы. Вот такой вот сладкий у меня ребеночек. На ножках у него топотульки зимние, на зимних топотульках я мех не отстегивала, а комбинезон у него без меха. Все, мы идем на прививку, да, на прививку. Все, нам сделали целых две прививки в обе ножки, в одну и в другую. Сказали, следующая прививка в годик, и потом уже будут пореже прививки, не так часто, как вот когда с рождения ребенок. Мы сейчас пойдем гулять, погода прекрасная вообще. Очень тепло, солнечно, снег тает. У нас наконец-то начала приходить, вот в конец апреля начала приходить весна. Очень надеемся, что уже сильных морозов больше не будет, и только будет с каждым днем все теплее, теплее, теплее. Вот он, Димочка сидит. Дим, скажи всем привет. Скажи всем привет, сынок. Всем привет. Вот, посмотрите, у нас лужи, у нас снег тает. Так хорошо вообще. Ну, конечно, везде сугробы, но там вот где дорога и где вот... Ну, в основном только дорога пока что растаяна. И вот тут возле магазина получается небольшой пятачочек, тоже растаял снег. Ну, а тут дальше везде пока что снег. Но я уже верю, что скоро он будет таять, и у нас будет совсем чуть-чуть снега. Я в таких теплых в осенних кроссовках, в спортивном костюме. В общем, классно себя чувствую. Забежала в магнит, купила себе в дорожку водички, потому что я обычно, когда долго хожу с Димой, мне потом очень сильно начинает хотеться пить. Вот, забежала, купила себе водички, и мы пойдем гулять. Мы уже пришли с Димочкой домой, погуляли вообще так хорошо на улице, прям не могу. Ну, я бы вам, в принципе, показывала. Прям классный, солнечный, теплый денек. Погуляли мы целых два часа, нормально так. Ну, тут потом уже Димочка закапризничала, ему надоело в коляске так долго сидеть. В общем, собралась готовить вкусный обед. Помните, мне еще на день рождения Саша покупал упаковку креветок, а я их не захотела. И вот они у нас так и лежат дома в морозилке. Решила их разморозить. Буду сейчас готовить пасту с грибами и креветками. И, ну, наверное, всю упаковку-то слишком много для пасты. Часть креветок сейчас приготовлю как бы на обед. Остальное, что останется, пожарю вечером просто со специями с чесночком. И мы, Саша, выпьем по баночке пива, посидим с креветками. Но это уже когда Диму спать уложим, побалуем себя вкусняшкой. Включим какой-нибудь фильм интересный. В общем, вечер сегодня у нас будет суперский. Ну, а сейчас готовим обед. Итак, приступаем. Ставлю сковороду, наливаю в нее растительное масло, режу, ну, зубчиков 5-6 чеснока кубиком и обжариваю чеснок. И еще мне нужно нарезать шампиньоны. Вот тут вот я их водичкой залила, чтобы промыть. Сейчас покажу, как я их нарезаю для пасты. На штатив вас не ставлю. Буду вот так вот поэтапно вам показывать, поочередно, потому что Саша в городе, Дима под моим присмотром. И если я сейчас поставлю вас на штатив, Дима тут же побежит к этому штативу его трясти. В общем, разрезаю грибок пополам. И потом каждый гриб вот на такие вот слайсы нарезаю. В общем, не знаю, насколько вам понятно. В общем, вот так вот полосками. Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Каждую половинку полосками. То есть не толстыми. Вот так вот. Тук-тук-тук-тук-тук. Каждую буду сейчас нарезать. Чесночок обжарился, стал вот такого вот золотистого цвета. Это Дима. Тут со мной рядышком, не пугайтесь. Так, отправляю сюда грибочки. И теперь обжариваю грибы вместе с чесночком. Так, у меня закипела вода. Открываем крышку. И отправляю вариться вот такие вот макароны. Макфа в гнездах я покупала. Ну, чтобы такая плоская лапша была. Она очень вкусная, самая идеальная, которая будет подходить. Именно вот плоская для пасты с креветками. И тут у меня обжариваются грибочки. Сейчас скоро сюда буду закладывать креветки. Грибочки обжарились. Я их посолила. Никакую другую специю добавлять не буду. Так, и теперь сюда закладываю креветки. Креветки я, конечно же, каждую почистила от панциря. И извлекла из каждой креветки пищевод. Теперь обжариваем... Дима все со мной тут песни напевает. Обжариваем креветки, ну, буквально, я не знаю, минуток 5-7. Они очень быстро должны... Не могу Диму перекричать. Они очень быстро должны приготовиться. Креветки жарятся недолго. Креветки обжарились. Теперь я сюда отправляю... Вот у меня тут полторы упаковочки творожного сыра с зеленью. И упаковка сливок. Одной рукой и снимать, и как бы выкладывать сыр в креветки неудобно. Поэтому сейчас я все добавлю. И к вам вернусь. Дима поет песни. У нас ничего не меняется. Все то же самое. Все, отправила сюда сливки и сыр. Теперь ждем, чтобы сыр хорошо растаял. И еще пару минут. Надо, чтобы все это покипело. Со сыром и сливками. Все, сыр полностью растаял. Вот такой вот вкусный сырный... Сырный сливочный соус у нас получается. Теперь отправляю сюда пасту. Теперь все это надо хорошо перемешать. Одной рукой это делать неудобно. Сейчас подождите. Я к вам вернусь. Ну вот, перемешала. Вот такая вот красота получается. Обожаю такую плоскую лапшу. Она очень вкусная. Ну, мне, не знаю, мне кажется, вот если вот именно паста с грибами и с креветками, то вот такая вот плоская, она самая идеальная. Ну что, нам с Сашей приятного аппетита. Саша сейчас уже тоже скоро должен приехать. Накормлю его вкуснятиной. Дима продолжает петь песни и перебивать маму. Да, сынок? Уложила Диму на дневной сон. Пока он спит, мы с вами сможем поболтать. Хотела немножко ответить на последние часто задаваемые вопросы. Очень часто мне стали в комментариях спрашивать, что, Люб, ты вот показываешь, что собираешь подарки для мамы, для сестрёнок. Когда ты планируешь туда ехать? Ты так нам и не говоришь. Когда же, когда же ты туда поедешь? Отвечаю. Вы знаете, я думаю туда поехать в начале июля. Почему так поздно? Почему, допустим, не прямо сейчас? Ведь я нигде не работаю, и я, в принципе, могу поехать в абсолютно любой день. Мне не надо ждать дня отпуска, так скажем. Вы знаете, хочется поехать с ребёнком, чтобы, ну, хоть чуть-чуть побыть в лете, так скажем. Чтобы у меня ребёнок хоть чуть-чуть увидел солнышко. Но дело в том, что у меня мама тоже проживает на севере. Мама проживает в Мончегорске, Мурманская область. Ну, я думаю, все знают, что Мурманск — это север. Вот. И не хочется, как бы, ну, так скажем, с севера ребёнка вести просто на север. У мамы климат намного мягче, конечно, чем у нас здесь. Но всё равно это тоже север. И, как бы, весной там тоже холодно, как и у нас холодно, да. Я вам показываю. То есть то, что у нас конец апреля, как бы у нас везде снег. Вот. И у мамы, ну, в принципе, то же самое. То есть апрель ещё не считается каким-то таким тёплым, супертёплым месяцем, что везде всё цветёт и везде всё прекрасно. Вот. И, как бы, ну, хотелось ребёнка... Хотелось ребёнка вывести отсюда, чтобы действительно он побыл хоть чуть-чуть в солнышке, в тепле. И самый, конечно же, тёплый месяц, что как у нас здесь, так и у мамы, это июль. Как бы в августе и у нас, и у мамы уже тоже могут начаться холода, и уже может быть достаточно холодно, так скажем, ну, или хотя бы прохладно. Вот. Но, в отличие от нас, что у мамы ещё намного-намного круче, чем у нас, это то, что у мамы нету такого количества насекомых, как у нас. Как вы все знаете, с наступлением тепла у нас появляется очень много комаров, мошкары и оводов. То есть вот эти три вида насекомых, они просто атакуют нас со всех сторон, так как у нас везде тут, ну, вокруг нас тайга и болото. И, как бы, вот этих насекомых очень-очень-очень много. И даже, знаете, когда вроде бы и солнечный такой денёчек, и вроде бы, ну, погода прекрасная, не дождик, и ничего, можно бы было во всё гулять, ну, у нас вот просто выходишь на улицу, и тебя начинают съедать со всех сторон. Комары, оводы, мошкара, они все тебя облепливают, съедают никакие эти, знаете, ну, там, специальные спреи, ничего не помогает. В общем, ну, как бы, прогулки в нашей местности ещё то удовольствие, так скажем. Зимой гулять намного лучше, чем летом. Ну, конечно, зимой бывают очень-очень сильные морозы. Ну, да ладно, у мамы такого нет, у оводов у них вообще нет, как бы, чтобы оводы летали. Ну, а мошкара и комары, они как-то, ну, естественно, сезонно. То есть в сезон, как бы, они тоже выходят, ну, и потом, как бы, исчезают, так скажем, ну, как в любом другом регионе. И поэтому мы решили, что поедем в июле. То есть мы надеемся, что это будет очень такой тёплый месяц, что у Димы будет возможность побыть на солнышке, почувствовать хоть чуть-чуть тепло, не быть укутанным, не быть там в тёплых кофтах, штанах и так далее. Вот. Ну, и при этом, что я смогу с ним там гулять по скверикам, по паркам, везде буду с ним выходить, и его не будет есть такое огромное количество насекомых, которые находятся у нас здесь. Поэтому так вот решили. Ну, и к тому же он постарше будет. То есть в августе, как вы все знаете, в середине августа Диме должен исполниться годик. То есть в июле ему уже будет практически год, ну, там буквально какой-то месяц-полтора будет не хватать до годика. И я надеюсь, что к этому времени, возможно, Дима уже у нас будет ходить. И, ну, конечно же, с ним тогда гулять вообще будет интересно, но то, что он сам будет своими ножками передвигаться, его не надо будет бесконечно носить на ручках. Тем более, сами понимаете, если я поеду в отпуск, ну, я, скорее всего, полечу на самолете, и никакую коляску я брать с собой не буду. Это очень тяжело, тащить чемодан, тащить ребенка, еще и его коляску. Вот. И, ну, как бы, если к тому времени Дима уже будет сам ходить, то мне будет очень-очень удобно, что я без коляски, и не надо Диму таскать на ручках. В общем, в начале июля будет очень много видео с отпуска. Поедем в отпуск, и все, конечно, вам буду снимать, как мы там будем проводить время, как я встречусь с мамой, с сестрами, со всеми-со всеми. Вот. Еще, знаете, хотела затронуть такую тему по поводу, опять же, Димы. Очень часто, очень много мне пишут, что Люб, вот он у тебя ползает по-пластунски, то, что он у тебя там не может еще так супер-пупер сам садиться, не может ползать на четвереньках. Ну, ты как родитель, ты должна ему помочь. Ну, видишь же, что у ребенка не получается, как бы, по идее, он уже у тебя ползает давно, и по идее, он уже давно должен был встать на четвереньке. Но так как этого не происходит, значит, ты как родитель должна ему помочь. нужно обратиться, нанять массажиста. И после того, как ребёнок пройдёт курс массажа, массажист должен укрепить ему хорошо мышцы, и у него всё должно начать получаться. Очень много было в последнее время комментариев по поводу массажиста, что мне нужно к нему обратиться. Я как бы, в принципе, каждому из вас отвечала, что либо я прислушаюсь к вашему совету, либо, да, скорее всего, я так и сделаю. Ну, конечно, я обсудила это всё с Сашей, я сказала, что Саша, ну да, давай, наймём массажиста. Как бы в любом случае хуже мы нашему ребёнку не сделаем от того, что он пройдёт курс правильного детского массажа. Может быть, действительно, мы ему этим поможем. Если нет, если даже после этого курса никаких улучшений не будет, в любом случае мы ему этим не навредили, правильно? У нас здесь есть в посёлке профессиональный массажист, мы его наняли. На данный момент мы оплатили курс 10 сеансов, и один сеанс будет в подарок. То есть у Димы будет 11 массажей. Ну, посмотрим, как бы первый курс вот такой, будут, не будут улучшения. Стоимость массажей у нас стоит 750 рублей детский массаж, и ещё плюс мы доплачиваем 100 рублей за то, чтобы массажист приходила к нам домой. Я так подумала, ну, 11 сеансов, неизвестно в какой день какая будет погода, ну, возможно, дождь или что-то, и мне вот это вот кутать ребёнка, под дождю его куда-то тащить, ну, как бы не хочется, знаете. И я решила, что нет, лучше пусть массажист приходит к нам на дом и делает массаж ребёнку. За то, чтобы он приходил к нам на дом, мы должны были ему доплатить ещё плюс 100 рублей. Ну, то есть за каждый сеанс 100 рублей. То есть и того получается один сеанс массажа не 750, а 850 рублей. Вот мы оплатили 10 сеансов, 8500 мы отдали, и к нам теперь ходит массажист, делает Диме массаж. Я немножко для вас засняла, как он делает. Массажист приходит к нам сразу со своим столом для массажа, он такой, ну, раскладной, она его в огромном-вогромном чехле, она его достаёт, укладывает ребёнка на этот специальный стол и занимается с ним. Пока что сеансов у нас было совсем чуть-чуть, но вы знаете, помимо того, что она с ним занимается, она очень многое нам рассказывает, подсказывает. Ну, она, естественно, нас спросила, ну, какой у нас это ребёнок, и когда мы сказали, что это первый ребёнок, мы впервые родители, и как бы мы ещё, естественно, во многих моментах мы очень неопытные, ну, что-то, возможно, делаем не так, что-то не знаем, как правильно сделать. И вот вы знаете, мне она очень-очень понравилась, то, что вот она помимо массажа, у неё у самой четверо детей, и она вот подсказывает, она рассказывает, а вы делали вот с ребёнком вот так вот, а вы делали вот так вот, а у вас есть какие-то поручни, ребёнку надо, чтобы он за что-то брался, подтягивался, вот, ну, ему нужно, ну, не надо, что у него вот так вот игрушки в свободном доступе, ну, что вот она лежит, говорит, в свободном доступе, он спокойно на пузе к ней подполз, и всё, поднимайте её куда-то выше, чтобы он тянулся за ней, ну, то есть, как бы, чтобы он напрягал свои ножки, чтобы он напрягал свою попу, ну, чтобы он пытался, как бы, делать опору на ноги, чтобы он пытался ими пользоваться. А сейчас у нас получается, что он пользуется только ручками, он ручками подтягивается, да, по полу, а жопа, так скажем, пластом за ним волочается, то есть, он не применяет ноги, понимаете, ну, как бы, он чисто руками действует. И вы знаете, она столько нам подсказок дала, она нам сказала, вот смотрите, вот у вас диван слишком высоко, изначально, чтобы он, допустим, тянулся на этот диван и, как бы, пытался там привставать или что-то, для него это слишком высоко, ему нужно ниже, он говорит, она говорит, вот смотрите, у вас тут внизу можно вытащить, если вы вытащите, то он будет тянуться, он будет подтягиваться, он будет залазить на эти препятствия. А мы даже, вот понимаете, мы даже не догадывались, что, допустим, ребенку в помощь можно сделать этот диван. Сейчас я вам даже покажу. Ну, тут у нас подушка лежит, тут у нас котейки спят, не обращайте внимания. Вот, вот это вот у нас, ну, вообще так-то диван можно раскладывать, то есть, это выдвигается до конца, потом вот эта вот часть подушка, ну, ее можно поднять в уровень дивана и, как бы, диван разложен. И вот она нам сказала, вот смотрите, для ребенка это очень удобно, то есть, на сам диван ему высоко тянутся, он не дотягивается. Ну, вот на вот эту вот, вот за эту вот часть ему тянутся очень удобно. И тут как раз, говорит ему, ну, для его ручек, ну, такая не сильно широкая часть, для его ручек удобно браться, вот, ну, за эту досточку, тут получается такая досточка, и внизу вот, ну, сама подушка. Вот, и она говорит, оставляйте вот его вот так вот вытянутым. И вы знаете, вот мы его вытянули, выдвинули вот так вот этот диван, и, ну, в общем, Диме, к примеру, положили вот сюда вот пачку салфеток, ну, заинтересовали его, зашебуршали, что вот они салфетки, ты можешь их взять. И вы знаете, он реально, он пополз, ну, получается, вот к этой опоре, он начал за нее подтягиваться, он начал подтягивать ноги, он начал поднимать попу, он начал пытаться залезть на эту преграду, Потом я ему немножко, ну, помогла, попу подтянула, и он полез сюда, и он дальше полез, и он опять подтягивается, и он полез. В общем, ну, вы знаете, он наконец-то начал применять свои ноги. И в итоге, когда он взял, ну, что ему надо, он в итоге взял и сел сам. И вот тут вот сидел, получается, вот, ну, на этой части дивана. Конечно, понятное дело, что нельзя Диму оставлять на данный момент, ну, вот, с таким вот трамплином, так скажем, без присмотра. Потому что, ну, как равновесие он еще держит не на все 100%, и, естественно, если он прямо упадет, он может испугаться, он может плакать, и потом вообще у него пропадет интерес пытаться сюда залазить. Но если, как бы, под нашим присмотром, что мы рядом, и если что, мы на подхвате, если вдруг он начнет падать, чтобы я его могла подхватить, чтобы я рядом с ним сидела, то, ну, честно, вот, вот, казалось бы, да, мелочь. Вот что такого вот это вот выдвинуть? Ну, мы сами не догадывались, вот, понимаете, мы не догадывались, что это может быть помощь для нашего ребенка, что, имея вот эту опору, он начнет, ну, как бы, тянуться, он начнет применять ножки, начнет на них упираться, на ножки, упираться на колени. В общем, вы знаете, огромное, конечно, ей спасибо, ну, за подсказки. Она рассказывала, показывала, как ему надо правильно массировать ножки, когда он купается. Ну, я как бы, ну, не знала, что вот надо вот так вот делать при купании. Она говорит, а когда спать кладете ребенка, делайте вот так вот, а когда, допустим, это делать, а когда, допустим, он бодрствует, это вот, делайте вот так вот. Она столько нам всего подсказала. Она подсказала, что вот, ну, нужно брать пеленку, да, ну, чтобы его приучить коленкам, нужно брать пеленку, вот так вот делаете, делаете из пеленки вот такую вот полоску, да, широкую, одеваете эту полоску ему на живот, вот, берете вот тут вот, получается, за концы, и тут у Димы живот, допустим. Здесь вот голова, а здесь его ноги, живот вот тут, вот, вот так вот ложите, и поднимаете вот эту вот, получается, пеленку, и поднимаете, ну, мы родители должны поднимать ему живот. И у него, получается, опоры на ручках и опоры на ножках. И он уже, понимаете, он уже, ну, и, в общем, ну, как бы, помогаете ему ползти, да, держа живот на весу. И он уже, получается, ползет не на пузе лезет, а так как мы ему пузо подняли, он ползет ручками и ножками. Вот, опять же, понимаете, я этого не знала, это вот все подсказала массажиста, она все это рассказывала, она показывала, как это сделать, как то сделать. И я говорю, казалось бы, прошло совсем немножко сеансов, но я уже вижу прям у Димы улучшение, ну, что он, правда, он стал, он стал чувствовать свои ноги, он стал ими работать. Я прям уверена, что после 11 сеансов вот этого массажа и, ну, и после того, конечно, всех тех подсказок, которые она нам дала, ну, как лучше ребенку помочь, да, с нашей стороны, с родительской, мне кажется, наконец-то у Димы все начнет получаться. А уже после того, как, мне кажется, он почувствует свои ноги, ну, начнет их применять, ну, как бы на четвереньках, там-сям, чтобы залазить куда-то, он будет применять свои ноги. Там уже, мне кажется, до того, чтобы он бегал, ну, уже прям ходил на ножках, вообще просто рукой подать. В общем, я счастливый и довольный человек. Очень повезло нам с местным массажистом, очень повезло, что она не просто, понимаете, пришла молча, выполнила свою работу, сделала вот этот вот курс массажа и ушла, что она не такой человек, а что вот она действительно отнеслась, ну, как-то вот с душой, с пониманием. И мы такие, ой, да мы не знали, она вот это вот вы делаете, я-то когда нет, не делаем, я не знала, что так надо делать. И она как-то вот с добротой, она говорит, да просто у вас первый ребёнок, ну, конечно, ну, как бы у вас первый ребёнок, ну, конечно, вы ещё многое не знаете, ну, ничего, не переживайте, всему научитесь, со вторым вам уже будет гораздо легче, сейчас вы всё пройдёте, поймёте, вот тут вот делайте вот так, а вот тут вот так. Огромное ей спасибо, низкий ей поклон, конечно, за такое отношение, за такую поддержку и за такую помощь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok